Привет всем автолюбителям и зрителям канала Машинаторы! Как вы помните, в предыдущей серии мы поставили бэтмобиль на ход, обшили раму металлом и сделали небольшой выезд по нашим гаражам. И посмотрим на 3D модели, подведем некоторые итоги того, что уже сделано. Сделана передняя часть бэтмобиля, левые и правые крылья, клюв, лобовые элементы, крыша и часть боковых элементов. И соответственно сейчас мы изготовим оставшиеся кузовные элементы бэтмобиля и установим их на раму. В ранее отработанной схеме? Да, ты выгружаешь, мы снимаем. Как обычно. Теперь нужна такая, Г-образная. Эх, ну все, не сгорит, да, уровень. И как вы видели, нам привезли материал, а именно профиль, для того, чтобы уже продолжить дальнейшие работы по бэтмобилю. Мы будем делать своеобразный каркас по контрольным точкам, которые мы взяли из 3D модели. Для того, чтобы выставить линию крыши, линию лобового стекла. И уже двигаясь дальше к задней части бэтмобиля, мы будем навешивать кузовные элементы, исходя из данных по 3D модели и визуальных особенностей рамы. Все точки мы будем выставлять по лазерному уровню, для того, чтобы соблюсти все пропорции рамы и деталей. Ну что, как говорится, натурные испытания. Мы работаем по 3D модели. Нет, нет, представь, что здесь крыша, то есть вот так вот. Не, я плохо это себе представляю. Но Женя, Женя какого роста? Женя метр восемьдесят, но он очень дедой, я как понимаю. А я метр девяносто пять. Восемь. Не было метр девяносто, метр девяносто шесть, помните? Метр девяносто. Что метр девяносто? Ну, от пола. А ты сколько? Метр девяносто шесть. Ты метр девяносто шесть? Уже растет, ну, уже подросток. Так я же, ты смотри, я же на кроссовках, а тут два сантиметра. Тебе так мерят. А то есть ты вот сидишь и твой рост как бы от кроссовок, да, зависит? Конечно, два сантиметра лучше. То есть ты сидишь на кроссовках, да? Ну, если встану, то да. Так, ну что, выезжаем, начинаем собирать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, и как обычно, вы увидите, как мы варим одну деталь. На самом деле их было сварено уже около сорока. Ну, это плюс-минус. Ну, естественно, в серии вы увидите, как все быстро получилось, как все быстро приклепалось, просверлилось и приварилось. И все там на примере двух-трех деталей. Ну, а на самом деле их было очень много. Ну, ладно, мы продолжаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас мы готовим наш Бэтмобиль к тому, чтобы перегнать его на то место, где сейчас Феррари. Мы завтра должны сдавать Феррари. Ну, и, естественно, нужно все отгрунтовать и собрать ее. И это место самое подходящее для таких работ. Поэтому делаем рокировку. Обзор великолепен. Если дверь будет, я уже Вова не увижу. Я увижу сейчас вот только одну его левую руку. То есть вот моими глазами что видно? Зеленые трусы видно. Ну и все. Я не могу на ногу. Слышите. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Гали не больше видно, чем твоя рука. Я не могу сидеть. Если маску Бэтмобиль наодеть, то ушки уже не поместят. Нет, точно. Вакуумник работает, да? Да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И вот мы выкатили Бэтмобиль для того, чтобы продолжить работу по установке навесных элементов. Дальнейшую работу мы не можем проводить в нашем гараже, так как ширина проекта не позволяет в наших условиях это делать. Мы будем зеркалить переднюю левую и правую части Бэтмобиля и продолжим устанавливать навесные элементы, которые идут по бокам, да, по левой и правой стороне. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай, опускай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пока ребята работают над Бэтмобилем, я продолжаю работу над Мустангом. И, скорее всего, возможно, наверное, мы Мустанг закончим в этом году. Но это не точно. В любом случае, это будет уже ближе к зиме. И готовиться к долгожданному первому выезду в город мы начинаем уже сейчас. И самое время выбрать правильную резину для Мустанга. Сами понимаете, что резина на Мустанге должна стать очень хорошей, так как автомобиль очень сложный в управлении. Да и вообще, при выборе шин нужно быть уверенным в их качестве и оригинальности. Если покрышки будут некачественными, то это может привести к нежелательным последствиям, таким как аварии на дороге, к потере управляемости автомобилем и другим неприятным ситуациям. Но как убедиться в оригинальности товара? Ведь сейчас на рынке очень много подделок и контрафакта. Есть приложение «Честный знак». Сейчас мы поедем в магазин, где продают автомобильные шины, и покажем, как оно работает, проверим их на оригинальность и выберем резину для Мустанга. Мы выбираем интересующую нас резину, проверяем, есть ли на ней дата-матрикс-код, сканируем его с помощью приложения «Честный знак» и смотрим информацию о товаре. Если она присутствует, значит товар сертифицированный и можно быть уверенным в его оригинальности. Многие товары на данный момент времени отмечены специальным дата-матрикс-кодом, а для некоторых, например, для лекарств и обуви, уже введена обязательная маркировка с 1 июля. Дата-матрикс-код содержит всю информацию о вашем товаре, позволяя быть уверенным, где он был произведен, когда и кем. Приложение абсолютно бесплатное и есть на всех платформах. В нашем случае при покупке шин особенно важно было быть уверенным в добросовестности магазина, поэтому мы воспользовались предложением «Честный знак», отсканировали код на подходящих для мустанга шинах и со спокойной душой заказали их в магазине. Поэтому мы рекомендуем скачивать приложение «Честный знак», ссылку мы оставим в описании. «Честный знак» Продолжение следует... 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 но ничего я думаю справимся честно я не хотел вам это показать потому что но это можно сказать работа наша которую мы с вами же сейчас критикуем но я думаю не показать это было бы странным забить на все на это и оставить как есть типа и так сойдет это вообще неправильно так нельзя ваш комментарий роман опять же вот нам нужно делать вот этот автомобиль нужно очень-очень тоже быстро делать ужас теперь мы заужаем тоннель делаем его по нормальному 1 до конца именно швелеров делаем повторяющий силуэт коробки и кардана сами понимаете уже расстояние будет нормально внутри тоннель станет намного ниже и все будет четко также придется переделать сейчас кулисы теперь делаем вторую такую же планку причем зеркальную делаем пока это у нас еще не приварено потому что до этого даже вот здесь вот видно место крепления эту трубу было здесь а это было место крепления не знаю сантиметра на 4 наверно выше не спрашивайте меня почему-то делали вот такой тоннель сами видите уже насколько здесь все компактнее здесь у нас где-то от расстояния сантиметра полтора от коробки и сантиметра тут также там два от демпфера теперь разбираемся с посадкой чтобы сидеть было комфортно потому что крыши тут достаточно низко располагается и потом начинаем делать собственно саму крышу выставляем ее по новому все равно уже гораздо лучше сколько тут расстояние сантиметров и думаю 20 чуть меньше но это сейчас получается вот и сколько метр тридцать ну метр тридцать два где-то с кепкой все 170 и 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 так нам приехал евгений я не я говорю что нас остается все мало до его приезда и водя всем привет наконец-то я приехал пожжение собственной персоной вот ну ты видел что там с ней происходило мы снимали истории также конечно же не присылали фотографии того что происходило с автомобилем но живую мне кажется автомобиль увидеть после вот такого преображения будет очень интересно я думаю офигеть вот это не просто по-другому не скажешь какой он здоровый все таки елки-палки офигеть как с картинки как будто в фильме главное что он смотрится вполне таки гармонично учитывая то что у тебя передняя ось уже чем в оригинальных это крышу мы выставили крышу мы выставили так как надо небольшой наклон для того чтобы допустим когда дождь будет идти он все равно стекал именно в одном направлении и как на крышах да что один лист доходит на другой и стекает потом сюда да здесь закроется все в салон ничего не должно попадать мы переделали тоннель мы его немножечко сделали пониже теперь можно будет увидеть собеседника твоего то есть пассажира вот геть какой салон здоровый мы утопили кресло у нас они были изначально выше мы их утопили не знаю сантиметров наверное на 5 единственно что мы еще пока не успели сделать это двери вот у нас есть заготовка потворку двери мы здесь ее подпилили для того чтобы выставить боковину и сейчас будем ближайшие несколько дней делать двери грунтовать и потом ты его уже забираю и дальше уже делаю но ваша работа я прям вообще полностью доволен на все не знаю тысячу процентов это просто наверное лучше что можно было сделать но я предлагаю тебе присесть давай попробуем офигенно танцевать можно почти как ferrari не вот тут смотри сколько места и там у пассажира тоже вы же вот эти убрали мои лишние да 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 что я варил и за счет этого места прям дофига получилось есть место для мониторки посередине когда как раз сюда можно монитор устанавливать вперед-зад туда можно боковые мониторы будет воткнуть там там и я думаю будет все видно в принципе мне вперед видно а там уже это не мои проблемы ну я думаю на таком автомобиле да это уже не твои проблемы ну 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 реально как вот фильме смотрел когда 2005 год до был потом мне нравился фильме как он на нем гонял я сейчас смотрю и ты знаешь мало верится что вообще такое возможно было ну 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 Субтитры сделал DimaTorzok Мы сделали пассажирскую дверь, затем сделаем таким же образом и водительскую. И сейчас, чтобы не терять время, мы будем снимать детали и грунтовать их. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мы сняли панели с бэтмобиля и отгрунтовали их, а те панели, которые не съемные, отгрунтовали прямо на нем. После того, как цвет панели всех сравнялся и автомобиль стал таким черным матовым, он стал более брутальным. Снаружи все элементы мы обработали, теперь нам остается покрасить салон. А обрабатывать будем высокоустойчивым двухкомпонентным поливертан акриловым материалом ГАРД от компании Хамелеон. Мы обработаем им салон внутри и также раму снаружи. Единственное, мы его разбавим пожиже и будем наносить краскопульта для того, чтобы покрытие смотрелось более гладко. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что, Жень, прошел почти год, как ты отдал нам раму от бэтмобиля, была просто рама с колесами, единственное, что сейчас у нас сзади два колеса только, еще два у нас в другом гараже, так как нету дисков, ну вот наша работа. Работа, я скажу, вообще просто офигеть, за такое время, как бы, и сделать, ну, столько, много вот этих вот всех запчастей, знаешь, на картинках, на каких-то видео оно казалось, ну, все это так простенько, даже где-то я думал, это проще, чем ламбу сделать, то есть оно все составное такое, ну, разное, короче, туда-сюда, а когда приехал и увидел, какие вот эти все детали, какие углы вот эти все отточенные, все четко сделано, я понял, что это сложнее, чем ламба, чем феррари, наверное, на этим еще все осталось. Когда ты мне первый раз написал, типа, Макс, там, вот, есть там Бэтмобиль, я уже знал об этом проекте, типа, сделатели кузов, я такой думаю еще, ну, кузов Бэтмобиля, ну, что, он же плоский, да, думаю, что там, ну, немножко, да, вот, потом, когда уже все договорились, я получил 3D-модель и мы ее разложили по частям и там получилось около 60 этих панелей, и я просто думал, вот это попадало. Конечно, это еще не все. Да, это еще не все, продолжение будет у меня на канале, все предстоит ставить стекла в салон, ну, и так далее. Но, как я и просил Максима, чтобы сделана была основная работа, которую я сам лично не смогу сделать, я сам вот такой кузов никогда в жизни бы не сделал. Сделана титаническая работа, и, кстати, по салону, по салону мы изнутри покрасили двухкомпонентной полиуретановой краской, чтобы ванна не царапалась, потому что если грунт, сейчас автомобиль в грунте, и все видны вот эти вот малейшие прикосновения к нему, это, так скажем, проявочный, транспортировочный грунт. Конечно, здесь еще работать и работать в плане именно подготовки, малярки. Вот покрытие, посмотришь, как получилось на тоннеле, можно вот таким же покрытием сделать весь кузов, он царапаться не будет. Кстати, очень классно, и после покраски вообще вид совершенно изменился. Наше наблюдение еще по кузову. То, что, когда мы заезжали, вот здесь нижние части, вот здесь, они очень низко. Ой, там еще даже ниже. Да, то есть, вот здесь это крайний угол, и я бы вот на твоем месте, вот по вот эти края, его обрезал вот эти обвесы, потому что, ну, как-то уж очень сильно низко для такого автомобиля. Скорее всего, так и будет обрежено. Здесь еще не хватает, у нас получается, шести панелей. Одна идет здесь, такая, как регулируемое, такое антикрыло боковое. И еще по два с этой стороны тоже антикрыли. Такие такие, да? Да, да. Мы их не установили, потому что они должны быть установлены на какие-то такие, типа, газлифты какие-то регулируемые, я не знаю, там, пневмоприводы. Здесь вот не хватает еще одной спарки. Установили вот этот центральный выхлоп. Я так понимаю, здесь вообще горелка, да? От воздушного шара в оригинале, что-то они там ставили какую-то. Что-то на газу, по-моему, да. Но, ты знаешь, возможно поставить какой-нибудь вентилятор, заодно, чтобы охлаждение, ну, было какое-то, то есть выгоняло. И на вентиляторе можно сделать красные какие-то светодиоды или что-то там, ну, подобное. И будет как имитация красного цвета, типа пламени. Или обратиться к Игорю Неготи, чтобы он сюда поставил реактивный. Я ему писал, он мне не отвечает. Макс, в целом хочу сказать огромное спасибо вам. Если бы не вы, наверное, я не знаю, еще бы несколько лет пришлось с кузова мне мучиться. Так что огромное спасибо вашей команде, что помогли. Спасибо тебе, потому что, честно, этот проект хотел сделать даже самому когда-то. Но ты дал такую возможность поучаствовать в нем хотя бы вот частично. Ну, видишь, самое страшное – это вот начать, и когда ты начинаешь, ты не знаешь, закончишь, ты сможешь его закончить или нет? Да, сможешь. Ну, в данном… Уже, уже? Уже тут, да, уже по-любому как бы. Уже закончишь. Хотя начиналось, ты знаешь, с обычного хобби какого-то. О, картинка, о, машина, о, в фильме она мне нравилась, короче. И все, и началось. Потом колеса, двигатель, то-се, и в итоге видишь, что получилось. Я думаю, даже учитывая масштаб этого проекта, то, что такой большой, такой сложный, он будет, наверное, один из немногих, который все-таки доделается до конца. Да, вот 99-99% до конца доделается. Потому что люди начинают более простые проекты не доделывают. Ну, я выйду, я по-любому выйду. 99% здесь бросаю, я выйду где-нибудь, в Москве, где-нибудь. И вот в новостях думал, что один бэтмобиль задержали, сейчас второй бэтмобиль задержат. Ну, не знаю, задержат, не задержат, где я выйду. Американцы потом посмотрят по новостям и думают, что происходит. У них там бэтмобили по России хорошие, крепят. Да что ты? Реально, бэтмен уже не тот. Один распалился, другой. Он переехал просто. Ну что, в принципе, наши работы по проекту закончены, и ты можешь на нем ехать, но ключей я тебе от него не могу отдать, потому что он заводится с кнопки. И прямо сейчас вы можете перейти на канал Жени и посмотреть про первый выезд бэтмобиля из этого гаража в собранном виде. Ссылка на канал Жени будет в описании и в закрепленном комментарии. Поэтому переходите, смотрите продолжение бэтмобиля, и также подписывайтесь на его канал, где он будет показывать продолжение постройки этого проекта. Ну что, Жень, пожелаем тебе удачи, с этим проектом. Если что, пиши. Мы поможем, чем сможем. Может быть, даже приедем туда, где ты будешь его строить, для того, чтобы все-таки доделать этот проект до конца. Мы еще много раз ты увидим. С вами. Да, сказал человек, который стоит у бэтмобиля. Мы еще с тобой увидимся, да? Ну а на сегодня это все. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на наш канал. Подписывайтесь на канал Евгения, для того, чтобы не пропустить следующие серии по этому проекту. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Уехал Давайте помашем ему ручкой Пока-пока